здравствуйте сегодня мы начинаем я надеюсь некий цикл рассказов про автомобиль танк сразу скажу что этот автомобиль мы купили для своих так сказать экспериментов и целей и задач это не какая-то тестовая машина которую нам дали покататься и по которой мы должны что-то сказать там отработать кому-то нет автомобиль наш мы никому ничем не обязаны в данном случае говорю это для того чтобы у вас не было сомнений в объективности тех оценок которые мы будем давать этому автомобилю заниматься мы этим будем автомобилем этим мы будем всем нашим коллективом то есть это будет серия материалов о тех доработках которые мы будем делать с машиной и а то эксплуатации которая будет у этого автомобиля поскольку поскольку мы сами давно и в общем-то успешно занимаемся автомобиль тюнинга внедорожников то естественно автомобиль мы приобретали сразу же с прицелом на внедорожную доработку для того чтобы можно было разработать на него ряд наших изделий которые мы собственно и продаем на другие автомобили и которыми известен бренд риф и собственно благодаря чему мы и существуем еще на рынке автомобиль пока у нас практически новенький еще пробега на нем нет обкатку не прошел комплектация ну то что принято называть максимальный выбирали мы естественно не из-за каких-то примочек в салоне банально из-за того что максимальной комплектации есть две блокировки переднего и заднего моста передок автомобиля подключаем это part-time в комплектации ниже соответственно присутствует блокировка только заднего моста но постоль поскольку мы все-таки из него будем делать настоящий внедорожник то конечно мы выбрали комплектацию с двумя блокировка мотор нам производитель предлагает один это бензиновый двухлитровый двигатель коробка автоматическая восьмиступенчатая нюанс только один все это сделано китайцами то есть если до сих пор мы как-то привыкли оценивать конечно в основном там автомобили японского производства на нашем рынке которые имели примерно наверное такой же функционал как сейчас имеет танк то сейчас мы имеем полностью китайскую разработку естественно этим она и интересна и этим и конечно вызван крайне большой интерес людей к этой машине потому что ну вроде китаец и выглядит хорошо и вроде сделано все по уму да но что за этим скрывается это интересно всем естественно это было точно также интересно и нам и пока мы не можем ничего сказать по поводу ресурса данного автомобиля каких-то его особых эксплуатационных особенностей поскольку поскольку мы только начинаем с ним знакомиться только начинаем заниматься но есть некие первые впечатления которыми уже можно поделиться я в принципе сам последние уже два десятка лет ежу на японских машинах соответственно идеология японских машин их конструктив их компоновка салона эргономика мне нравится я не очень требователен к материалам отделки салона к каким-то дорогим опциям может быть в салоне мне интересует в первую очередь функционал соответственно когда я первый раз сел в танк ну я был удивлен конечно удивлен тем что ну в общем то все очень и очень неплохо и в общем близко мне вот с моими вот этими вот привычками скажем так то есть вот это японская наверное идеология построения автомобиля она присутствует и здесь сказать что у танка здесь есть вот что-то там свое там какое-то необычное китайское нельзя нет то есть это абсолютно нормальный получился хороший добротный автомобиль построенный наверное все же в основном по канонам японского автомобилестроения ну с оглядкой на него до в первую очередь хотя внешне да он там может быть чем-то напоминает и джип но вот нутрянка вся она конечно ближе к японии автомобиль прямо на удивление понравился все в нем получилось как-то ладненько и складненько у китайцев то есть вот сказать что в нем что-то меня откровенно раздражает откровенно не устраивает я не могу я был крайне удивлен потому что я ожидал то много всяко разных огрехов думал что ну там ну что ну сейчас что-то там будет опять ну вот там денег потратили купили зачем понятно что мы там сделаем бамперы площадки подвески и так далее но как-то хотелось бы поездить на автомобиле и получить от этого удовольствие и что там будет думал я сел поехал я был поражен притом меня бы было хорошее воспоминание о том что как-то давно это было там еще был журнал полный привод печатная версия 2005 4 год может быть 3 вот какие-то такие временные рамки мы делали сравнительный тест вот как сейчас помню мы взяли nissan patrol 60 и тогда еще кузов но естественно машина была бы уж на и нашего сотрудника михаила ласточкина взяли новый уаз патриот и у нас был новый great wall gear пикап такой китайский тогда выпускался почему взяли эти три машины ну patrol попал постов поскольку машина была в хорошем состоянии и она была доступна и самое главное она была в одной цене с китайцем из патриотом то есть эти три автомобиля они находились в одной ценовой нише и при этом все три в принципе были но такими скажем настоящими внедорожник сравнение конечно тогда было отнюдь не в пользу great wall а то есть но даже уазик наверное выглядел лучше то есть great wall и тогда раздражало все и мотор и тормоза и салон был совершенно ужасный и неудобный то есть вот единственно что он неплохо ехал за счет хорошей геометрии и относительно малой массы на бездорожье он показывал неплохой результат и я помню этот тест конечно ничего особенного от китайцев ты не ожидал там ну конечно недалеко ушли там время прошло много но тем не менее вроде не настолько уж и много времени прошло тем не менее автомобиль действительно реально прям вот удался так в кратенько если говорить очень хорошая связка мотора с трансмиссией очень все хорошо работает коробка прекрасная по мостам вопросов нет хороший подбор передачных чисел мотор ну не безумно мощный конечно да не нельзя сказать что это так сказать машина там скоростная или быстрая но не чувствуешь себя аутсайдером в потоке ущербным не ощущаешь как допустим тогда это было на том же самом great wall деле где надо было вечно крутить мотор там педаль в пол чтобы хоть как-то ехала машина нет здесь она прекрасно едет и тронул педаль газа она пошла под нажал она еще веселее пошла нет проблем с обгонами все хорошо отличные тормоза хорошо держит машину достаточно информативный с хорошей эффективностью удивительно хорошее соотношение получилось именно по силовой установке ну и вполне приличный салон все на своих местах добротно сделано достаточно тихо удобные сиденья хорошая посадка каких-то откровенных эргономических просчетов автомобиля нет можно искать некие нюансы в экранчиках где там какая кнопочка там продублирована не продублирована там что удобно что неудобно но это скажем скорее в вещи которые не критичны и к ним очень быстро привыкаешь нашел где что как-то включается управляется запомнил через два раза привык и забыл про это поэтому каких-то откровенных ляпов автомобилей нет постольку поскольку сами мы активные автопутешественники со стажем уже то конечно такого рода автомобиль мы рассматриваем в первую очередь как автомобиль для автотуризма надо сказать что делаем это не только мы судя по вопросам которые к нам там поступают периодически и по вопросам на форумах которые есть уже тематические по данному автомобилю именно для этих целей многие этот автомобиль и покупают то есть автотуризм соответственно вот мы его и будем готовить как туристический внедорожник конечно не для поездок просто на пляжик он у нас будет немножко заточен под более тяжелые вещи что мы планируем с ним сделать ну во первых подвеска будет усиленная подвеска дающая небольшой лифт этому автомобилю рассчитываем что у нас получится добиться без без ухудшения каких-то характеристик автомобиля лифта порядка 40 50 миллиметров естественно будут стоять побольше колеса подберем на него диски соответственно под большую резину будет силовой обвес на машине уже сейчас стоят пороги наши пока это тестовый вариант нужна еще доработка пока еще только тестим их пока они в серию не идут уже стоит площадка под лебедку для скрытой установки в бампер надо сказать что все получилось прям идеально с этой площадкой лебедка очень хорошо помещается внутрь бампера если нужно добиться ее полной невидимости то можно поставить номер перекрыв плюс лебедки и тогда вообще не видно что лебедка стоит на автомобиле ставится соответственно рамка с подъемным номером и здесь можно пользоваться лебедкой не снимая тогда номер за лебедка в бампере стоит сейчас 9 500 рун в евб герметичная серия хорошая такая рабочая лошадка мне она очень нравится я ее в принципе обычно всегда на машины и ставлю тяговое усилие для танка выше крыши по габаритам помещается идеально посток поскольку герметичная хорошо живет в бампере более-менее нормально переносит московские уже не только московские российские соли обслуживание требует но не столь частого как не герметичные серии у нас же на канале можно уже посмотреть выложено видео по установке этой лебедки там можно увидеть ну во первых конструкцию самой площадки во вторых как все это выглядит непосредственно на автомобиле со снятым бампером что из себя представляется это вся конструкция в данном случае у нас используем вариантом полностью скрытой установки лебедки то есть ее там грубо говоря не видно но есть одно небольшое но для того чтобы лебедку совсем не было видно мы провернули редуктор и развернули ручку который переключает лебедку на ручную размотку можно было вручную вытягивать трос эту ручку развернули в сторону рамы если же ее оставлять вертикально здесь под нее в бампере нужно вырезать небольшое окошко и она будет вот здесь вот торчать не сильно но вот где-то вот так вот она будет торчать соответственно будет видно в этом случае и можно будет пользоваться да потому что к ней будет легкий доступ и можно будет разматывать лебедку вручную в данном случае установки к сожалению к этой ручке подобраться уже невозможно рука туда не проходит и доступа к ней в общем-то толком нет пальцами немножко до нее можно дотянуться как-то отщелкнуть на защелкнуть уже конечно тяжело и проблематично поэтому если предполагается достаточно часто эксплуатации лебедки нужно будет разматывать лебедку вручную то лучше устанавливать ее соответственно с прорезанием в бампере отверстие под ручку размотки если важно либо там эстетика или нужно чтобы это все было не видно то тогда вот такой вот вариант расположения так пробуем лебедочку свеже установленную на танке постов поскольку у нас нет возможности включить быстро ручную размотку мы пользуемся собственно размоткой лебедки на то есть лебедка разматывает трос мотором постов поскольку скорость достаточно нормальной размотки это не вызывает особых каких-то неприятных эмоций трос здесь у нас идет через перегиб но постов поскольку здесь такой мягкий песчаный грунт ему ничего особо не будет а вот если бы здесь были камни то надо было что-нибудь под трос подложить для того чтобы его не повредить ну и собственно немаловажный момент про который надо помнить всегда при пользовании лебедкой неважно какой стоит роз стальной или синтетический рядом с ним нельзя стоять наш танк тянется только на лебедки колесами в данном случае мы не помогаем но в данном случае это просто эксперимент конечно в реальной жизни если это сильно крутая горка то можно подработать колесами совершенно нормальный здесь мы просто экспериментируем смотрим как все это дело работает не более того сейчас у нас уже на практически заключительном этапе разработки передний силовой бампер он будет ставится полностью взамен вот этого родного бампера и будет иметь кенгурин кенгурятник немножко нам там осталось его доработать и он уже там собственно скоро пойдет в серию бампер будет соответственно сразу же с интегрированной площадкой под установку лебедки и с местами для крепления противотуманных фар естественно ним будут как всегда буксирные про ушами под него можно будет заводить хайджек при разработке бампера мы соответственно учитываем все моменты связанные с конструктивными особенностями автомобиля будет работать и передняя камера сохраняется полностью все отверстия отвечающие за обдув радиаторов автомобиля машина с турбонаддувом соответственно температурные режимы у нее достаточно нагруженные поэтому мы уделяли особое внимание соответствию нашего бампера конструктиву автомобиля то есть ничто нигде не перекрыто никаких ухудшений обдува радиаторов автомобиля нет даже будет видна эмблема танка полностью в полном объеме несмотря на то что она здесь огромная про пороги я уже говорил это еще промежуточный вариант внешне они будут выглядеть примерно так же просто нам нужно еще доработать некоторые моменты именно по их силовой конструкции пороги как и всегда будут выдерживать подъем домкратом крепятся они к раме автомобиля крепежи здесь достаточно мощные их три штуки такие честные нормальные эстетика вся соблюдена то здесь порог у нас приподнят под дверь также как и штатный порог чтобы здесь у нас не было никаких некрасивых дырок и щелей все примерно выполнено в таком же ключе порог можно будет вставать удобно достаточно если нужно какие-то вещи укладывать раскладывать на багажник достаточно широкий удобный ну или там ходить по нему если вам там нужно как это иногда бывает где-то там что-то грязь а вот здесь вот уже вроде по суше да тут колейка но всегда удобно с порога вот так или там потом опять на порог и в машину все нормально нога не соскальзывает стоять удобно эти все моменты решены ну с багажничка мы тоже что-то придумаем пока еще там готовых решений нет ну и будет соответственно задний бампер такой же силовик нормальный честный как и передний бамперок это так сказать наши первые некие планы потому что так в дальнейшем мы планируем может быть сделать еще и какие-то вот эти вот наши современные варианты легких защит и силовичков но не полноразмерных дополнительных защит переднего заднего бампера это в перспективных планах у нас все тоже есть сейчас пока вот мы с автомобилем знакомимся здесь как раз сейчас у нас такой первый условно туристический выезд на этой машине сейчас мы остановимся немножко на салоне там есть что сказать есть показать тем более что сейчас мы уже там загружали в него немножко вещи можно сориентироваться примерно по удобству использования салона его объему пробовали ночевать пока еще пока без органайзера органайзер машине никакой не установлен тоже на этом отдельно остановимся наше знакомство такое первое станка мы начинаем как раз в рамках небольшого дружеского выезда на природу выезд маленький двухдневный но тем не менее мы уже делаем кое-какие выводы по этому автомобилю скажем так он конечно для двоих если речь идет о том чтобы помещаться в нем вчетвером с вещами я имею ввиду не городскую езду городской ты езде все в порядке вот именно на выездах ну наверное будет тесновато придется конечно сразу задействовать крышу складывать эти вещи на крышу если просто про езду в городе то здесь конечно место сзади более чем достаточно это максимально отодвинутая назад переднее сиденье я бы может быть его бы для себя чуть-чуть буквально там на какие-то пару сантиметров назад сместил бы еще но все равно место вы мне хватило то есть вот сзади два человека конечно с комфортом помещаются но почему наверное все же тяжеловато там в поездках вчетвером потому что багажник а вот багажник у нас как раз не впечатляет скажем так это вещи сейчас одного человека вот коврик спальник палатка немножко вещей в общем то если будет еще один человек это еще столько же вещей ну и какая-то еда продукты туда-сюда то есть багажник уже полный поэтому конечно вдвоем вообще отлично никаких проблем все хорошо но вчетвером уже надо думать да уже надо собирать вещи по минимуму уже надо обязательно конечно задействовать верхний багажник вот ну если речь идет конечно длительных поездках кстати говоря вот сразу можно обратить внимание на некоторые приятные плюсики которые путешественнику явно понравится вот например инвертор не сильно мощный 120 ватт но подзарядить аккумуляторы хватит холодильник подключить розетка есть в этом плане автомобиль очень хорошо продуман такие вот петли даже наверху в общем то может быть удобно в определенных ситуациях есть соответственно и петли внизу водическое место удобное как я и говорил откровенных ляпов здесь нет сидеть удобно обзор хороший габариты автомобиля чувствуется хорошо что важно при езде в лесу стесненных условиях каких-то претензий явных откровенных к автомобилю нет все на своих местах все удобно все хорошо есть достаточно вместительный хороший бардачок есть вот такие всякие интересные удобные решения есть куда там телефон мобильный положить есть бардачок не впечатляющий конечно размерами но вполне карманы в передних дверях тоже не гигантские но они есть и это уже хорошо тоже удобно ну а теперь пройдемся по некоторым деталям более подробно тут есть что рассказать китайцы это практически всегда какие-то сюрпризы вот например да есть багажные петли вообще действительно редкое явление когда их ставят на верхней стойке но нет элементарной шторки в багажник для того чтобы закрыть то что в нем лежит поэтому вот мне например приходится вот так покрывалом содержимое багажника накрывать чтобы любопытные не заглядывали ее нет ни в виде опции под нее даже не предусмотрен крепеж в багажнике хотя есть такие крючки и вот такие они шторки она нужна хотя бы на повседнев это поездка куда-нибудь в путешествие да ее можно снять вот в обычный повседнев она нужна впрочем тюнинг индустрия уже подсуетилась на интернет-площадках шторки уже продают как аксессуар и крепеж клеится прямо на панели багажника используя для опоры штатные крючки есть стопор двери блокировала и дверь не закроется удобно если где-то на уклоне машина стоит или если сильный ветер в дверь дует панель задней двери изнутри крючки для вещей на три килограмма и ручное открывание двери багажника изнутри если сел аккумулятор здесь потому что электрический замок с кнопкой задний бампер далеко выступает за пределы кузова вот эту поверхность можно использовать как столик если хочется посидеть обычно как садишься например здесь на порог багажника но здесь так не сядешь потому что повторюсь бампер далеко выходит ну можно сесть на вот эту ступеньку который видно сделан для того чтобы еще на нее можно было наступать и добираться до рейлингов но при этом если вы подходите в длина пола одежде к багажнику вот так и он грязный то в общем одежда может пачкаться когда здесь пыль грязь или снег под полом органайзер саввуфер домкрат знак аварийной остановки и вот это ноги потому что вот эта панель пола нижняя это такое же решение как в 500 танке это столик вот такие раскладные ноги идут в комплекте для столика и вот так вот они раскладываются сверху столешницы установка проста в пазы установили вот так вот повернули все но впрочем столик как видите низковат тут надо или на низкую табуретку или на низкий стул садиться к тому же для того чтобы его использовать это надо соответственно все вещи из багажника выбросить все вынуть застелить какую кальонку на этот стол чтобы его не запачкать не пролить на него что-нибудь не затереть так что такое решение скорее решение ради решения лучше сделали например откидной столик вот здесь вот этот органайзер открутил вот что под ним сама сидушка конечно такая легенькая надо положить головники и после этого уронить получается ровная поверхность абсолютно ровный пол получается очень удобно для перевозки грузов у нас естественно интересующий возможность в машине ночевать если заниматься если использовать эту машину для туризма и вот тут начинаются нюансы дело в том что вот это расстояние от сложенной подушки до края багажного отсека где уже начинается дверь всего ровно полтора метра во мне рост метр восемьдесят и я честно в этой машине переночевал но как вы понимаете на вот этом участке в полтора метра улечься ровно я не мог просто не влез элементарно поэтому мне пришлось спать по диагонали потому что здесь по диагонали как раз получается метр восемьдесят но все равно удовольствие такое себе спать мне пришлось головой уткнувшись в угол многие пытаться вытянуть туда и все равно в итоге полностью я вытянуться так и не смог потому что это конечно по рулетке здесь метр восемьдесят когда все это застивается вещами раскладывается спальник раскладывается коврик все это под углом естественно но все наискось и в общем не так просто это все тут разместите место съедается изрядная подушка ну вот я как раз для наглядности развернул коврик самонадувающийся и вот как его пришлось мне размещать под углом туда втягивать потом вот здесь вот так вот его к двери укладывать и как вы понимаете ну особо особо некомфортно получается даже он по диагонали ведь с каким трудом встает причем головой туда спать невозможно потому что очень сильно мешает большой подъем подушки поэтому головой пришлось спать только сюда это единственный вариант это еще хорошо если один едешь а если в компании вот я лег ты я лег по сути уперевшись головой примут уперся головой в угол вот так вот ноги согласитесь такое себе удовольствие перекантоваться конечно можно но как говорится без особого удовольствия и вот кстати именно для таких ситуаций нужен органайзер в багажник вы у нас часто спрашиваете зачем мы продаем такие изделия для чего они вообще нужны дело в том что органайзер он не только разделяет багажник на функциональные этажи куда вы вниз можете убрать мелочевку чтобы она не болталась по багажнику не занимая место но еще вот возможность как раз организовывая спальное место в спальнике вот в таком органайзере позволяет удлинить вот это пространство удлинить собственно багажник когда пол органайзера идет выше он проходит вот над этой подушкой сдвигаются вперед спинки сидений и он еще продолжается вперед то есть органайзер может вот это пространство удлинить ну на 20-30 сантиметров зависимости от модели у вас получится полноценное спальное место для двоих в продажу у нас органайзер такой для танка 300 уже есть ссылку оставлю в описании по углам у задних подушек поддончик для мелочевки сюда что-то кинуть вот за такой доступ к бензонасосу отдельное спасибо толстый войлок вот любимый китайцами шумоизолятор виде толстых кусков поролона он он воздуховоды в ноги задних пассажиров тоже имеются он они внизу под передними сиденьями но когда вот так коврик лежит он конечно их частично перекрывает этот поток сочетание задними воздуховодами наверх очень неплохо получается по обдуву задних пассажиров трехступенчатый подогрев заднего дивана точнее это раздельный подогрев крайних мест то есть боковые места подогреваются заднего дивана центральной секции нет 2 usb разъема ухватистые дверные ручки черный пластик матовый сделано приятно на самом деле тут и прошивка какая-то и сзади уже отделка жесткая если там на передней двери вот эта секция мягкая то здесь уже твердый пластик но мягкий подлокотник чтобы руку поставить музыка инфинити в топовой комплектации вот маловато конечно под бутыльничек вообще мне салон танка 300 при первом впечатлении когда в него садишься по размерам очень напоминает джип рэнглер то есть так же как и в рэнглере я могу может быть не дотянуться сюда но я могу дотянуться сюда и сзади посадка тоже примерно это расстояние очень похоже на джип рэнглер похож на рэнглер зеркалами что еще из мелочевки заметилась когда едешь по очкам по неровной дороге постоянно стучит пряжка ремня по стойке в танке 500 вот этот ящик изнутри обид мягким материалом ворсом чтобы не гремела мелочевка здесь уже здесь уже экономим настройка руля по вылету углу наклона ручная естественно не электрика на стороне водителя еще есть вот такой ящик написано что это не пепельница то найдутся желающие спутать дефлекторы подачи воздуха на боковые стекла чтобы не оберзали нужная вещь практичные дефлекторы а-ля mercedes причем они закрываются вот так повернул и дефлектор полностью закрылся то есть воздух не идет тоже удобно если надо как-то перекрыть поток воздуха если он создает дискомфорт крутится в широком диапазоне то есть можно для себя организовать воздушный поток как угодно удобно и выглядит круто и очень удобно работает крючок с микролифтом кстати в продаже в россии уже появились танк 300 с другой системой полного привода это раздатка где переднюю ось подключается муфтой есть только режим соответственно верхнего ряда в раздатке и нижнего то есть понижайка сохранена только теперь переднюю ось подключается муфтой то теперь танк 300 в россии предлагается с двумя типами полного привода кто хочет может купить простой part-time жесткий но кто-то кто хочет меньше заморачиваться с этими режимами тот может выбрать такую вот упрощенную полуавтоматическую систему полного привода и машины с такой системы полного привода не и подороже чем танк 300 просто со схемой part-time ну а про то как танк 300 едет по трассе по грунтовкам по бездорожью расскажем в следующем видео тем более что тут китайцы опять удивили небольшую затравку вот это все раз шайба раз кнопка два кнопка это переключение ездовых режимов то есть на каждый режим трансмиссии получается свои настройки в общем китайцы китайцы опять отличились вот эта кнопка когда мы нажимаем это так называемый экспертный режим где можно настраивать электронику и систему стабилизации в спорт стандарт в комфорт рулевое управление настраивать есть пользовательские режимы то есть можно выставить под себя а вот эта кнопка отвечает за режимы на полном приводе и в верхнем ряду раздатки вот я включил полный привод верхний ряд раздатки посмотрим что у нас у за режима и она предлагает снег стандарт чувствительность педали газа снижена витру а в режиме снег у нас автомобиль трогается со второй передачи так то есть в режиме 4 high у нас два режима снег и полный привод жесткое подключение передней оси еще тут в меню обнаружился еще один китайский прикол потому что китайцы никогда имеешь дело никогда не знаешь что следующем новом автомобиле они положат что они туда вошьют за внедорожное охлаждение то есть это режим для бездорожья загудел вентилятор то есть это принудительный видимо вывод вентилятора охлаждения на повышенные обороты а вот эта шайба режимов зачем это шайба отвечает за режимы на пониженном ряду раздатки теперь покрутим шайбу для режима полный привод с пониженной грязь плюс снег камни гора надо же то есть при включении понижен тут столько открывается режимов например у танка 500 такого выбора на пониженный нет можно значит долго играться довольно странно мы все-таки привыкли видеть такие настройки скорее на верхнем ряду трансмиссии или в обычном режиме а тут это получается теперь все сделали для пониженного ряда но спорное решение скажем так но посмотрим в следующий раз как все это едет сейчас этот автомобиль стоит на нашем производстве для того чтобы с него снимались 3d мерки под разработку полного комплекта силового обвеса риф поэтому сегодня пользуясь случаем пока у нас машина на подъемнике давайте-ка мы заберемся снизу и посмотрим как он там устроен танк можно заправлять 92 бензином а вот например танк 500 уже требует 95 чтобы открыть капот на танке 300 надо как в старой шутке дважды дергануть за пимпочку раз и два стопора под капотом нет капот стальной с пневмоупорами капот с шумоизоляцией а еще по периметру идут резиновые уплотнители которые должны прикрывать моторный отсек от попадания грязи хорошее решение капот когда закрывается то уплотнители влажаться не на металл она вот такую пластиковую окантовку моторного отсека это хорошо при езде по бездорожье это значит что можно не бояться что вот этот уплотнитель на бездорожье от тряски протрет краску на танке 300 установлен бензиновый двухлитровый турбодвигатель разработки компании great wall модель е 20 себе это дальнейшее развитие двигателей двухлитровых бензиновых компании great wall здесь прямой впрыск топлива два фазовращателя цепной привод грм чугунный блок цилиндров и алюминиевая головка воздухозаборник смотрит не вперед как это бывает а в бок то есть соответственно если полет волна через решетку залить будет уже не так просто где разникает сразу вопрос а если шноркель ставить а китайцы решает это так у них есть в китае версия танк 300 frontier edition внедорожная версия заводская с лебедкой порогами бамперами силовыми экспедиционным багажником и шноркелем так вот там шноркель установлен вот здесь заводская версия использует другой короб воздушного фильтра где забор воздуха развернут в ту сторону и где колено проходит вот здесь впрочем тюнинг индустрия уже выпускает шноркели и на обычный танк 300 есть варианты как с измененным коробом воздушного фильтра так и с трубопроводом шноркеля под штатный короб вот так двигатель выглядит со снятой крышкой декоративной который еще шумоизоляция довольно жирная нравится то что генератор расположен максимально высоко у танка 500 например он ниже фильтр масляный тоже расположен высоко у танка 500 на его моторе в 6 фильтра стоит на двигателе практически внизу причем развернув вперед по ходу движения так здесь но намного более скажем так надежно намного более живучие мотор на тех большой к мотору можно удобно подлезть вот здесь отлично помещается блок коммутации от электролебедки мы уже показывали ее установку в прошлом видео ссылка будет в описании то есть вот сюда блок встает прямо вот как в литой к единственное только установленный блок перекрывает штуцер магистрали высокого давления кондиционера что что к нему подлезть возможно придется блок снимать мощный аккумулятор на 70 ампер бошевский блок управления турбина расположена справа катализатор 1 и он оттуда виден 2 теперь заберемся ниже в вин номер правое переднее колесо ну вообще ничем не закрыт и не сказать что он очень глубоко выбит на раме за ним надо будет присматривать штатная защита днища у танка на удивление мощная толщина 3 миллиметра три секции закрывает мотор редуктор и коробку на танке 500 надо сказать не такая толстая защита как здесь а теперь посмотрим что за этой защитой там тоже нашлось кое-что интересное сейчас мы ее снимем посмотрим что за ней так еще надо сказать что китайцы не стали экономить на буксирных проушинах их и спереди и сзади по две штуки проушины мощные такая внедорожная ориентация понятно сняли два листа защиты днища видно двигатель алюминиевые опоры ниже всего в моторном отсеке расположен компрессор кондиционера ну во первых сразу за вторым листом защиты это алюминиевый редуктор ведущей оси а это алюминиевый электромотор рулевой рейки такое же решение на танке 500 но и вот на трехсотке сделано также так что если так хорошо очень приложиться обо что-нибудь что не выдержит защита редуктора даже за редуктор не так страшно потому что он как-то повыше а вот больше боишься за мотор рейки вот он здесь передний ведущий редуктор я уже говорил с блокировкой вот ее провод идет кстати передние и задние редукторы без вывода сапунов то есть если кататься по бездорожью с бродами надо на эти штуцеры надевать трубки выводить их повыше чтобы мосты не хлебали воды а еще что тут обнаружилось электромеханический размыкатель правой передней полуоси длинный то есть и вот это уже такой момент зачем он нужен дело в том что у нас же раздатка part time когда отключаем переднюю ось едем на заднем приводе в раздатке отключается кардан передней и здесь одновременно размыкается вот это полуось для чего и получается что крутится будут только вот это полуось вот это полуось а сам редуктор и кардан крутится не будут для чего этот сыр вор городить для снижения расхода топлива чтобы был лучше накат и меньше расход но есть одна проблема у всех вот этих систем отключения размыкания передней полуоси это электромеханическая есть еще электровакуумные вот с ними со временем возникают проблемы то закисает механизм то с проводкой то еще что-то но хорошо хоть электромеханика потому что вакуумное решение они еще менее надежны так что вот такой момент надо иметь ввиду за эти механизмы все-таки стоит посматривать потому что однажды может случиться так что кардан передней в раздатке подключается а здесь полуось не замыкается и однажды может получиться так что переднюю ось может и не подключиться весь крутящий момент уйдет вот на эту разомкнутую полуось которая не связана с шрусом штатные шины на нашей машине это hankuk шоссейка и которую в будущем будем менять на нечто более зубастая естественно штатная размерность шин 265 на 65 на 17 дюймовым колесном диске внешний диаметр ровно 30 дюймов колесный диск штатный 17 на 8 8 дюймов ширина вылет плюс 36 шестиболтовая ступица вообще по разболтовки похож на танк 500 еще один момент здесь подкрылок не полностью все-таки закрывает колесную арку причем здесь подкрылок спереди пластиковый а вот задний подкрылок он уже мягкий фетровый здесь арка закрыта подкрылком полностью а спереди только частично независимая пружинная подвеска по своей архитектуре чем-то похоже на хвв 9 стальные рычаги верхний нижний поворотные кулаки стальные выглядит весьма солидно как всегда актуальный вопрос установки колеса дисков меньшего размера здесь 17 дюймовые и конечно же возникает вопрос можно ли поставить 16 дюймовые дело в том что от пальца шаровой опоры до диска штатного 17 дюймового вот еле палец у меня пролезает расстояние от тормозного переднего суппорта до диска тоже где-то вот чуть больше пальца например на танке 500 мы смогли на его тормозные суппорты надеть 16 дюймовый колесный диск у фрод вилл ссылку я оставлю в описании что можно было на это посмотреть как вот здесь с этим надо будет попробовать конечно но не факт что 16 дюймовый диск сюда легко налезет уже очень мало здесь места колеса вывернул до упора здесь запас есть до рычага до стабилизатора тоже есть это вид сзади на выверты колеса до упора здесь тоже до рычага тоже есть запас но не забываем что основным ограничителем для установки например более широких колес спереди является вот этот вот зазор между поворотным кулаком его костью и покрышкой как и в случае с танком 500 зазор два пальца еле пролезает но здесь пара сантиметров это если мы говорим про установку более широких шин чем 265 на штатный колесный диск без проставок с штатным вылетом здесь вот сильно уже можно не разбежаться надо внимательно смотреть что вот этот зазор сохранялся если хочется сильно широкие шины придется уже переходить или на диски с другим вылетом или ставить штатный колесный диск на проставку тормозные трубки идут этот лист у нас прикрывает коробку если на танке 500 стоит собственная 9 ступенчатая коробка передач разработки компании great wall то на танке 300 используется восьмиступенчатый гидромеханический автомат zf серии 8 hp 50 z под входящий крутящий момент до 500 ньютон метров по передачным числом это в общем-то та же коробка что стоит например на пикапе great wall player здесь короткая первая передача числом 5 раздаточная коробка borg warner tts 4736 выпущена она в китае и это классическая схема part-time то есть жесткое подключение передней оси на скользких поверхностях никаких муфт никаких межосевых дифференциалов простейшая классическая схема раздатка хорошо прикрыта поперечные рамы что дополнительная защита ей наверное и не требуется потому что она и поднята высоко и стоит близко к поперечине рамы очень хорошо топливный фильтр пластиковый топливный бак на 80 литров задний мост принудительно межколесной блокировкой жгут проводки идет по продольной тяге такое же решение на 500 танки главные пары 39 задний мост тоже без вывода сапунов их надо будет выводить отдельно если планируете кататься по бездорожью с бродами запаска на 300 танки висит на 5 двери и поэтому вот здесь масса места остается неиспользованного две буксирные проушины сзади тоже щедро абсорбер паров топлива в бампере такая крышечка снимаем а за ней поперечные рамы с подготовкой под установку фаркопа резьбовые отверстия под болты такая вот опция может быть установлена это штатное решение прицеп без тормозов 750 килограмм прицеп с тормозами до двух с половиной тонн он официально заявлен в характеристиках компании прописан вот это с ну на этом пока все снизу посмотрели интересно сделан есть внедорожный потенциал есть потенциал по тюнингу понятно что даже в стандартном исполнении в заводском ехать должен интересно в следующих сериях будем рассказывать про то как эта машина едет как воспринимается ощущается замечания плюсы минусы и так далее следите за обновлениями на канале чтобы не пропустить новых серий по трехсотке до новых встреч удачи удачи